В ближайшие три года в стране планируется запустить 30 предприятий по производству лекарственных средств. Об этом на седании правительства заявил министр здравоохранения. Тем самым планируется довести долю отечественной продукции в фармацевтической отрасли до 50%. В объем экспорта увеличится в три раза. В целом за первые пять месяцев текущего года объем лекарственной продукции вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр отметил, что несмотря на мировую ситуацию и трудности в логистике, нет проблем в обеспечении внутреннего рынка необходимыми препаратами. 70% необходимых медикаментов доставлено на склады медицинских организаций. Президент страны Касым Жумар Токаев поставил задачу довести долю отечественного производства до 50% на фармацевтическом рынке до 2025 года. Для его реализации также утвержден комплексный план. В рамках проекта предусмотрено внедрение компенсационных и поддерживающих мер на основе мировой практики развития инноваций через самостоятельные научные и клинические исследования, повышение уровня локализации отечественных товаропроизводителей и доли местного задержания. В целом следует отметить рост объемов производства фармацевтической отрасли. В прошлом году фармацевтическая промышленность показала положительную динамику. При этом объем фармацевтической продукции по сравнению с 2020 годом составляет 124%. На январь-мая текущего года объем фармацевтической продукции вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ростом объемов производства лекарственных средств на производственных площадках акционерного общества «Химфарм», акционерного общества «Нобель АФФ» и товарища с ограниченной ответственностью «Келлинкасфарм». Отечественная фармацевтическая промышленность пользуется большой поддержкой со стороны государства. В эту сферу вливаются немалые инвестиции. Заключен долгосрочный договор между правительством и товаропроизводителями на 10 лет. Также приняты ряд мероприятий. Во время пандемии повысилась безопасность отечественных лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, ускорена регистрационная экспертиза отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, пересмотрены критерии отбора поставщиков на заключение долгосрочных договоров, проведен мониторинг исполнения долгосрочных договоров. Нет проблем с развитием отечественной отрасли производства лекарств. Так, в стране нет производства фармацевтических субстанций, низкий уровень экспорта готовой продукции. Также имеется дефицит специалистов специального профиля данного производства. Состояние современного фармацевтического производства страны нельзя оценить как хорошее. Его объемы обеспечивают потребность лекарственных средствах и медицинских изделий только на 24%. При этом Казахстан остается зависимым от импорта технологий и компонентов для производства лекарственных средств, а также фармацевтических препаратов и субстанций. На заседании правительства министр отметил, что мировая ситуация и трудности в логистике не повлияют на обеспечение страны необходимыми препаратами. Народ не испытывает дефицита лекарств. Для этого 70% препаратов было поставлено на склады медицинских организаций. На половину из 20 наименований лекарств, связанных с Украиной, снова были рассмотрены контракты, проведен конкурс через поставщиков из России, Индии, и сейчас они поставляются в страну. Этот вопрос находится на строгом контроле министерства. В соответствии с поручением президента, министерство намерено в ближайшие три года увеличить долю отечественных товаропроизводителей на 50%. Для этого предусмотрено создание 30 новых производств и развитие взаимодействия с крупнейшей мировой фармацевтической индустрией Фазер, Байер, Санофия. Аканы Глам, телеканал Атроу.